Сегодня по всей стране парализована работа организации, оказывающих услуги населению различного характера. Причина – сбой в системе электронной базы данных. Временный дефицит сжиженного газа наблюдается в настоящее время на заправках нашего города. На некоторых участках октябрьских дорог происходит смена знаков, ограничивающих скорость. В эфире программа «Факт» в студии Гухар Тургаева. Здравствуйте. Кастак передает прогноз погоды на период с 4 по 6 августа представили синоптики Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет». Основной фон температуры воздуха днем на Западе составит плюс 28, плюс 34 градуса. Цифровизация в очередной раз подводит казахстанцев. Сегодня по всей стране парализована работа организаций, оказывающих услуги населению различного характера. Причина – сбой в системе электронной базы данных. Интернет-услуги бесспорно экономят время и нервы их получателей, но только в том случае, если вся система работает нормально. Электронные носители, как известно, уязвимы. Компьютерные базы данных периодически подвергаются хакерским атакам и вирусам даже у обычного обывателя. Что уж тут говорить, если сбои происходят в масштабах всей страны. Сегодня ни один казахстанец не смог получить нужную справку в СОНИ, оформить документы в банке или зарегистрировать брак. Двери госучреждения открыты, но электронные услуги недоступны. Уже второй день прихожу, база не работает, говорит, что это такое вообще. Сама еле хожу, вон нога у меня забинтованная, хромая. Ненормальные вообще они. База не работает, когда придешь, не знаем ли это. Я хотела открыть АЦП-ключ, у них база не работает. Сказали, с 9 утра у них база не работает. Когда будет работать, они не знают. Не знаю, сколько теперь придется ждать, чтобы ребенка просто хотя бы АЦП-ключ открыть и в садик ребенка отправить. Как сообщает Тенгриньюз КЗ, в работе портала ЕГУ в КЗ зафиксирован сбой. Также недоступно оказание госуслуг в СОНах и в банках второго уровня. Компании национальной информационной технологии сообщили о некорректной работе компонентов портала ЕГУ в КЗ, портала открытого правительства, мобильного приложения ЕГУ в Мобайл и государственной базы данных физических лиц. У нас база с утра в 9 часов не работает полностью по АРК Казахстана. И СОН, и у нас ПЭП, портал электронного правительства, и ЕГУ в КЗ не работает, и база полностью не работает. Когда будет исправлено, известно? Неизвестно. Время не сказали. Сегодня будет, через 5 или может завтра с утра. Неизвестно. По информации НИТ, на данный момент ведутся технические работы по восстановлению всех перечисленных порталов. Ожидается возобновление их работоспособности в ближайшее время. Компания, отвечающая в Казахстане за цифровизацию, приносит свои извинения гражданам за временные неудобства в своем официальном сообщении. Хотя вряд ли это успокоит тех людей, которым услугу необходимо было получить именно сегодня. И тут уж волей-неволей им приходится добрым словом вспоминать надежные и почти неуязвимые бумажные носители. Ирина Гуц, Сергей Калашников, программа «Факт». Временный дефицит сжиженного газа наблюдается в настоящее время на заправках нашего города. Этот вид топлива не изменился в цене, но закупленный ранее объем уже реализован. Поставки только ожидаются. Временный дефицит сжиженного газа. По информации Управления энергетики, на территории нашего региона сейчас функционируют три завода-производителя. АОСи МПС Актубе Монайгаз, ТО Казахой Лактубе и ТО Газ Процессинг Компани. Потребность области в сжиженном нефтяном газе определяется согласно правилам формирования плана, исходя из количества зарегистрированных в регионе легкового, грузового и пассажирского транспорта, использующего газ в качестве моторного топлива. В настоящее время потребность региона в нефтяном газе составляет 13 500 тонн, исходя из количества транспорта с газовым оборудованием, что составляет в Активенской области 29% от общего количества. В Министерстве энергетики на июль текущего года был утвержден план поставки в количестве 10 059 тонн, и на август месяц в количестве 12 141 тонн соответственно. В июле текущего года Министерством энергетики Республики Казахстан необходимый объем газа для Активенской области был выделен не полностью, что связано с проводимыми предупредительными ремонтными работами на Павлодарском и Атараусском НПЗ. В целях недопущения дефицита газа был проработан вопрос о выделении дополнительно 1008 тонн сжиженного нефтяного газа САО «Си-НПСи-Октубе-Монегаз». По информации администрации газонаполнительных станций, на сегодняшний день получено 357 тонн. Прибытие оставшегося объема в количестве 651 тонн ожидается уже завтра. Также на сегодняшний день по графикам отгрузки, согласованным с заводными производителями, ожидается прибытие около 938 тонн жиженного нефтяного газа. Кроме того, по информации КТЖ грузовые перевозки, на 3 августа на станции «Октюбе» под разгрузкой находятся 5 вагонов цистерн, что составляет 180 тонн. И на подходе в станцию «Октюбе» 11 вагонов цистерн, что составляет 396 тонн. Ирина Гудь, Сергей Калашников, программа «Факт». В областном департаменте экономических расследований завершили рассмотрение уголовного дела по факту хищения средств, направленных на ремонт автомобильной дороги «Покровка-Тимир-Кенкияк-Эмба». Согласно материалам дела, ущерб государству нанесен на 356 миллионов тенге. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в рамках государственной программы «Норложер» на ремонт автомобильной дороги «Покровка-Тимир-Кенкияк-Эмба» были выделены денежные средства из государственного бюджета. Однако, работы по объекту подрядной организации выполнены некачественно и не соответствовали утвержденной нормативной документации. Но, несмотря на это, руководитель ГУ подписал акты выполненных работ и принял объект к эксплуатации. Причинив тем самым ущерб государству в сумме 356 миллионов тенге, из которых в бюджет государству возмещено 134 миллиона тенге. С начала года на дорогах нашей области произошло 296 ДТП, в которых погибло 47 человек и еще 400 получили травмы. В этой связи на некоторых участках дорог происходит смена знаков, ограничивающих скорость, рассказали сегодня в полиции. Накануне полицейские заменили знаки, ограничивающие скорость на оживленной дороге Южный обход. Водители теперь не могут разгоняться здесь больше 60 км в час, сообщили в пресс-службе областного департамента полиции. Хотя из-за затянувшегося дорожного ремонта надобность в подобных знаках пока есть далеко не на всех участках данной трассы. В целях недопущения происшествий на автомобильной дороге Южный обход города Ахтюбе был изменен скоростной режим. То есть были демонтированы дорожные знаки, разрешающиеся двигаться со скоростью 80 км в час. В настоящее время водители могут двигаться со скоростью не более 60 км в час. Управление административной полиции убедительно просит участников дорожного движения соблюдать требования правил дорожного движения. За превышение скорости и изду в нетрезвом состоянии сопротивления полицейским на днях был задержан 28-летний дебошир в поселке Ащелеса и Каргалинского района. Нарушитель управлял авто с российским учетом. При проверке документов от водителя исходил резкий запах алкоголя. На законное требование проехать медицинское учреждение для проведения медицинского освидетельствования последний категорически отказался, выражался нецензурную бранью, оказал сопротивление представителю власти при исполнении служебных обязанностей. Проведенная экспертиза показала наличие алкоголя в крови у мужчины. Также на водителя составлен административный протокол. Начали досудебные расследования по статье 380, ч. 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан применение насилия в отношении представителя власти. Влад Рогушев, Сергей Калашников, программа «Факт». Очередная встреча Акима города Асхата Шахарова и Акима района Астана Мамыргалия Кагазова с жителями города Актубе прошла сегодня в школе номер 72. Жители Юнис-Сити, авиагородка, Булашака, Москвы и 12 микрорайона смогли задать волнующие их вопросы напрямую к главе города и района. На встречу Акимов с населением на территории местной школы собрались жители районов Юнис-Сити, авиагородок, Булашак, Москва и 12 микрорайона. Встреча началась сразу с обсуждения и поиска решения проблем, которые особенно сильно волнуют местных жителей. Вывоз небытового мусора, установку видеонаблюдения на мусорной площадке. До конца года планируется оснастить оборудование, видеонаблюдение, 100 многих квартир и домов. Это вопрос, конечно, на сегодняшний день очень острый вопрос, острый вопрос, но мы над этим вопросом занимаемся с помощью Акимов города. Но по данным вопросам в нашем районе сегодня такой сложности нет, но еще есть кое-какие моменты, которые мы должны отрегулировать. Но начало первого квартала, конечно, это проблемный вопрос был, но на сегодняшний день этот вопрос полностью снят. Тем не менее, вопрос вывоза мусора – не единственная проблема, на которую стоит обратить внимание. Многих местных жителей волнуют также проблемы автобусных остановок, вкладки тротуаров и пешеходных зон, а также переноса пункта сбора призывников. Было обещание перенести из неприспособленного здания старой гостиницы ОСП, а второе, пока идет подбор здания для ОСП, это организация большой парковки, которая решит многие наши проблемы. 4-5 лет назад нам раскопали дорогу по вопросу отопления. После этого, вот уже на протяжении стольких лет, наши дороги весной, осенью и во время дождей – сплошная полоса препятствий. Наши дети с трудом могут дойти до школы, и даже для взрослых это то еще испытание. Прошу обратить внимание на эту проблему и как-то решить ее. Что касается переноса областного пункта сбора призывников и установки парковочной зоны, эти проблемы планируют решать в скором времени. Я думаю, что здание перенести, наверное, сегодня сейчас рассматривается, так конкретного решения пока нету, нету, сразу скажу, что. Но второй вопрос, то, что вы, который говорите, благоустроить и организовать что в этом? Парковку только на парковку. Мы, я думаю, что этот вопрос решим. Также, согласно отчету, в текущем году в районе Астана планируется благоустройство 11 дворов и установка детских и спортивных площадок по проекту бюджетно-народного участия. Кроме того, планируется укладка 21 тысячи квадратных метров тротуара. На это выделено 300 миллионов тенге. А также был произведен средний ремонт 21 улицы. Аналогичные работы будут продолжены на улицах Московская, Локомотивная, Разина, Чехова и других. Жанна Акжолова, Юрий Шаповалов, программа «Факт». Два случая столкновения автомобиля и поезда произошли в нашей области на железнодорожных путях в июле текущего года. В обоих случаях причиной аварии послужило игнорирование водителями автомобилей правил дорожного движения. Второй случай, 25 июля, житель села Саржар опустил столкновение пассажирским поезда. В обоих случаях водители живы, однако причинен определенный ущерб железной дороге. Значит, поврежден локомотив, вагоны. Основной причиной является грубое нарушение правил дорожного движения при пересечении железной дорог на переезде. Значит, пользуясь Актюбинской дистанцией пути, предупреждает, что при пересечении необходимо соблюдать все меры осторожности правил дорожного движения. Всего на участке железнодорожного пути Жайсан-Актюбе-Кандагаш имеется 13 переездов, 9 из которых неохраняемые. За пересечение ЖД пути пешеходам в неположенном месте также следует наказание. Предупреждение для нарушивших впервые и штраф в размере 3 МРП для тех, кто нарушил запрет во второй раз. Спутник сообщает, что шанхайская организация сотрудничества выступает против внешнего вмешательства во внутренние дела стран-членов, заявил генеральный секретарь организации Джан Мин, комментируя визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Принцип одного Китая является общим консенсусом международного сообщества и основной нормой международных отношений. ШОС придерживается принципа одного Китая и решительно выступает против любого вмешательства внешних сил во внутренние дела стран-членов, заявил Джан Мин, его цитирует РИА Новости. По его словам, организация поддерживает государство-члены в усилиях по защите суверенитета и территориальной целостности и будет стимулировать укрепление сотрудничества между странами-членами в этом отношении ради обеспечения мира, безопасности и стабильности в регионе. Далее смотрите новости республики. Кастак сообщает, мужчина с семилетним племянником утонули в Западно-Казахстанской области. Трагедия произошла 2 августа в поселке Акжаев. Как рассказали в ДЧС ЗКО, в этот день двое взрослых и четверо детей купались в реке Урал. В какой-то момент 35-летний мужчина заметил, что двое детей начали тонуть. Он прыгнул в воду и вытащил дочь. Семилетнего племянника, к сожалению, спасти не сумел мужчина, не справился с течением и утонул. Микроавтобус с пассажирами врезался в грузовик на трассе в египетской пустыне Джохайна. В ночь на 3 августа в результате ДТП погибли по меньшей мере 17 человек. Еще четверо получили травмы. По предварительным данным полиции, которые приводят агентство РИА Новости, причиной столкновения мог стать выезд пассажирского транспорта на встречную полосу при обгоне. Детали смертельной аварии выясняются. Жертвами страшного ДТП на Иссыкуле стали граждане Казахстана, передает спутник Кыргызстан. Авария произошла накануне днем между селами Чирпык-Т и Тару-Айгар. Два человека погибли на месте, двоих доставили в больницу. По данным полиции Кыргызстана, у погибших были родственники в Карабалте, и они вместе на трех машинах поехали отдыхать на Иссыкуль. На обратном пути у автомобиля «Опель», который ехал посередине, лопнуло колесо. Водитель не справился с управлением, и машина, по словам очевидцев, перевернулась, вылетев за обочину. В ней было семь человек. Спутник сообщает, в Алматинской области на железнодорожном переезде грузовой поезд протаранил «Ауди», в салоне которой находились четыре человека. В областной полиции сообщили, что ДТП с участием грузового поезда и автомашиной произошло на железнодорожном переезде по трассе «Янберг-Куйган». При столкновении произошло возгорание «Ауди-100», водитель которой погиб на месте происшествия. Еще трое пассажиров машины госпитализированы с различными травмами в больнице, сообщили в департаменте полиции Алматинской области. По факту ДТП начато уголовное расследование. Спутник сообщает, в Казахстане за прошедшие сутки выявлен 2661 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19. Накануне сообщалось о 2021 заболевшем. В частности, в Актюринской области вновь заразившихся 70 человек. В желтой зоне находится город Нур-Султан, остальные регионы – в зеленой. Спутник сообщает, Министерство здравоохранения Казахстана возобновило публикацию статистики смертности из-за коронавируса. Так, за минувшие сутки ведомство сообщает о двух умерших от COVID-19. По состоянию на 3 августа лечиться от коронавирусной инфекции продолжают 27 747 человек. Из них в стационарах находятся 1505 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 26 242 пациента. Общее количество умерших от коронавируса с начала пандемии достигло 13 666 человек. От ковидной пневмонии умерли 5 357 человек. Казахстан сообщает, более 1,3 тысяч человек пострадали от деятельности Финпирамиды и Новоголд в Алматы. Ущерб от деятельности финансовой пирамиды устанавливается, сообщили в АФМ. В отношении предполагаемого организатора санкционированы меры пресечения в виде содержания под стражей сроком до двух месяцев. Во втором блоке программы смотрите следующие сюжеты. Среди казахстанцев вырос процент тех, кому приходится в последнее время хоть один день обходиться без еды. В Актюбинском областном центре СПИД появилось оборудование, которое позволяет проводить лабораторные исследования намного быстрее. С начала года в санатории из нашего региона отправились более тысячи человек, имеющих инвалидность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Выносливей Выше Гибче Точнее Умнее Нужнее Борись Соревнуйся Вставай Побеждай В спорте и в жизни Хочешь чего-то достичь? Тренируйся Бесплатно в любой спортивной школе АКТУБЭ. Спорт – это путь к успеху. Выходи на старт! Расширьте возможности в Вашей рекламе. Новая услуга – реклама с QR-кодом. Это возможность перехода в один клик на Ваш сайт или страничку в Инстаграм. При просмотре ролика на Рика ТВ или баннера в газете «Эврика». Все, что нужно – навести смартфон. Смотри, сканируй, заходи. Рекламная служба медиагруппы Рика. Звоните 220-250-222-300. Вы хотите просто дать рекламу? Без сложных прайсов, лишних цифр и сносок? В конец запутались в вариантах? С нами Вы разберетесь в три счета. Всего три пакета размещения. Экономный, оптимальный, премиальный. В рекламной службе медиагруппы Рика. Освободите голову для бизнеса. Простое предложение – верное решение. Звоните 220-250-222-300. Это программа «Факт» продолжим. Среди казахстанцев вырос процент тех, кому приходится в последнее время хоть один день обходиться без еды. Об этом сообщило агентство «Спутники ИЗ» со ссылкой на данные аналитического портала «Энерджи Пром». На портале «Энерджи Пром» проводился опрос населения. И доля респондентов, которые не ели целый день из-за недостатка денег, составила 1,3%. По данным аналитиков, этот показатель за год вырос более чем в два раза. На нехватку денег больше жалуются женщины, а также жители сельской местности. В октябре одной из причин вынужденного снижения потребления продуктов становятся низкие зарплаты и пенсии, рассказали опрошенные нами горожане. От каких-то конкретных продуктов вы отказываетесь в связи с низкой пенсией? Да, овощи, а фрукты почти уже в этом году вообще не ем, потому что дети, внуки есть. Да, думаю, наверное, мне уже эти фрукты не помогут, наверное, думаю. И что мне обидно, да, когда я работала в молодые годы, когда союз был, еще не развалился, этой картошки было, да, в поселках, сколько угодно. А почему сейчас даже какая-то картошка, которая у нас растет, да, почему очень дорого? Согласно статистике, приведенной на сайте «Спутники.Изет», голодающих больше всего в возрастной категории от 39 до 48 лет. Следом идут пенсионеры. Меньше всего от нехватки денег страдают подростки от 15 до 17 лет. Некоторые представители старшего поколения сетуют, что им после выхода на пенсию выплачиваются суммы, несоразмерные с их трудовым стажем. Когда я вышла на пенсию, 45 тысяч у меня было. Я три дня была в таком состоянии, плакала страшно, потому что я трудилась. Действительно трудилась. В одной частной организации работала лаборантом 10-11 лет. Вот за эти годы добавилось всего 80 тысяч сейчас у меня. Ни на что, конечно, не хватает. А человек после 60 начинает болеть. Уже все органы, как старая машина мы, как будто поломанная машина уже. Лекарства подорожали 2-3 раза. Ни на что не хватает нашей пенсии. Продукты тем более. Хорошо, что с возрастом мало едим уже мы. На днях в соцсетях появилась запись ограбления в одном из кафе. Молодой парень украл заказ у девушки, которая временно отлучилась. Злоумышленник украл бургер, курицу и порцию картофеля фри. При этом более ценные вещи, такие как бумажник, он оставил нетронутыми. Подобные инциденты наглядно демонстрируют текущую ситуацию в Казахстане вокруг нехватки денег на еду. Влад Рогушев, Сергей Калашников, программа «Факт». В Актюбинском областном центре СПИД появилось оборудование, которое позволяет проводить лабораторные исследования намного быстрее. Сегодня специалисты медучреждения показали и рассказали, как они проводят иммунологические исследования на новых аппаратах. Лаборатория областного центра СПИД теперь обновлена. Специалисты медицинского центра рады, что у них появилось новое оборудование, которое значительно упрощает процесс лабораторного анализа. Завезенные аппараты из Южной Кореи и США позволяют полностью автоматизированно проводить ПЦР иммунологические исследования. Человек, получающий лечение, находится под таким лабораторным сопровождением, которое требуется для того, чтобы успешно мониторить лечение, вносить корректировку. И тем самым, находясь под лечением антиритерапии и лабораторным мониторным показателем, основным жизненно важным показателем, мы можем, самое главное, улучшить качество лечения, улучшить качество жизни пациента и продлить ему жизнь. Например, аппарат Бионер позволяет выявлять уровень инфекции, отвечающий мировым требованиям и стандартам ВОЗ. А проточный анализатор фирмы ФАКС-Каунт проводит иммунологические исследования в короткие сроки. После двух часов мы его включаем. Упрощение рабочего процесса сотрудники центра СПИД почувствовали уже с начала работы на новых машинах, которые были завезены сюда в конце прошлого года. Согласно статистике центра, число обследованных на ВИЧ за первые пять месяцев этого года увеличилось на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Внедрение ПЦР-диагностики раньше у нас проводилось методом Ротерджин, когда используется ручная постановка анализа, полуавтоматическая. С внедрением с декабря 2021 года автоматизирована платформа Бионер, этот процесс стал более управляемый. Здесь отсутствует фактор человеческий, то есть процесс автоматизирован, процесс прослеживается на мониторинге, и мы получаем более точный результат. В этом году лаборатория областного центра СПИД получила сертификат национальной аккредитации, и сейчас в медучреждении внедряются новые приемы исследований на ВИЧ. В нашей области продолжается ежегодное обеспечение людей с инвалидностью необходимыми лекарствами, техническим оборудованием и путевками в санаторно-оздоровительные центры. С начала года в такие санатории из нашего региона отправились более тысячи человек, имеющих инвалидность. Касательно санаторно-курортного оздоровления, на сегодняшний день поступила заявка от 3,5 тысяч человек. На сегодняшний день, да, с начала года. В основном они в августе, сентябре, в октябре, ноябре такой период выбирают. На данный момент 1050 человек уже обеспечены санаторно-курортным оздоровлением. Оставшиеся категории граждан будут обеспечены до конца года. На сегодняшний день в нашей области проживают 28 тысяч людей с инвалидностью, 4 тысячи из которых дети. Областное управление координацией занятости и социальных программ оказывает для них 55 услуг. А прием документов и подача заявки на эти услуги производится через электронный портал социальных услуг, куда требуется ЭЦП-ключ. Кастак передает казахстанские сборные, одерживают победы на Всемирной шахматной олимпиаде в Чинае. В пятом матче Всемирной шахматной олимпиады мужская сборная победила команду из Латвии со счетом 4-0. Женская сборная обыграла команду из Кубы 3-1. Жарнаманыздың мүмкіндіктерін кеңесе. Телефондары 220-270-222-300. Бұл жайғана QR-коды емес. Бұл біздің қаламыздың радиосы. Сканерледе рекатывы нүкте кезет сайтында, онлайн тында. Бір лет пасып толқан келес. Дәл қазір қосыл. Сіз жайғана жарнама беріңіз келеме. Күрделі прайсыз, артық сандармен нұсқаулықсыз. Ақыры таңдаудан шаршадыңыз ба? Бізден сіз женгілесеттесе аласыз. Небары үш жарияланым пакеті. Үнемді, ұңғайлы, сұйымен, рейка медиатовының жарнама қызметімен ойыңызды қасыпыңыз үшін босатыңыз. Қарапайым ұсыныз, дұрыс шешім. Анықтама телефоны 220-250, 222-300.